Безусловно, это животное компаньон. Если не хватает сил, времени на собаку, то крыса – это именно тот друг, который должен быть в каждом доме. Он очень любит своих хозяев, он очень любит сидеть на ручках, он очень любит сидеть на плечи. В содержании очень важно, чтобы был вольер, хотя бы два уровня, потому что они любят полазать, побегать, тогда не придется выпускать их по квартире, чтобы они не жарели, любое животное будет здорово, если они будут жирными, не будут худыми. В правильном кормлении нам нужны обязательно злаки, нужна обязательно сочный корм и белковая пища. Куриное филе, какое-нибудь вареное, без соли, без перца. И на Новый год можно такую крыску угостить оливье или колбаской, но раз в месяц такая крыска не получит никакого вреда от вашей колбасы и даже будет очень счастлива. Они услышали у вас голос «Все, ты пришла, ты пришла, я здесь!» А так вот, если какая-то Шкода, он там напрямляется на, что тебе туда нельзя, ты так и так, что «Гарри, ты куда?» Он резко меняет траекторию движения. На крысах проводят всевозможные социальные эксперименты по отношению к людям. От лидерства, если вот убрать главного крыса, то как быстро? С подчиненных крысы наберет нового лидера. Крыса может проплыть около трех километров без передышки, хотя на самом деле они не очень любят это дело. Дикие крысы, которые живут с маленькими небольшими, главный самец заставляет более слабых самцов и самок добывать еду, если, допустим, придется что-то переплыть. И те будут подчиняться, идти за кормом, переносить старшему самцу, те будут отбирать, пока не найдется. Ей все интересно, все надо, она будет кушать все самое вкусное, все самое яркое ее будет привлекать. И это, наверное, в первую очередь, что эта крыса – это маленький ребенок. Здесь ребенок будут вновлены под système, который нужно смê Mayor. Приespère! Итак! Предлетно! Поприки!